Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы вновь работаем на площадке информационного агентства «Двинаинформ». Меня зовут Олег Маглич. Сегодня мы показываем прямую трансляцию пресс-конференции Сергея Викторовича Родионова, руководителя управления Федеральной службы налоговой службы по Архангельской области и Нинско-автономному округу. Тема налогов достаточно обширна и важна для жителей и для всего общества Архангельской области и России. 2015 год стал достаточно сложным в плане экономики, и были ожидания достаточно пессимистические. И, Сергей Викторович, что касается сборов налоговых за 11 месяцев 2015 года, какие предварительные итоги? Какие ожидания на 2016 год? Добрый день. Да, действительно, 2015 год является достаточно сложным годом с точки зрения исполнения бюджета по доходам. Налоговая служба администрирует налоговые платежи, и все мы прекрасно понимаем, что в сложной политической экономической ситуации обеспечить выполнение поставленной задачи по сбору налоговых платежей – задача совсем непростая. Мне хотелось бы напомнить, что вся работа 2015 года началась непосредственно в 2015 году, она началась еще раньше, в 2014 году, когда были сформированы основные параметры соэкономического положения, проводились расчеты бюджета 2015 года. Но как развивалась история и события в четвертом квартале 2014 года, безусловно, мы начали понимать о том, что те параметры, которые были утверждены, они будут претерпевать серьезные изменения, и в этих условиях нам придется работать в 2015 году. Как любые кризисные явления, есть ряд моментов, которые порой в короткой перспективе позитивно влияют на поступление налоговых платежей. Результатом работы за 11 месяцев 2015 года по обеспечению платежей от налогоплательщиков Архангельского области Ненецкого автономного округа стало поступление в размере 115 миллиардов рублей с ростом к соответствующему периоду 2014 года более чем на 22%. Налогоплательщики Архангельской области обеспечили поступление в бюджетную систему почти 60 миллиардов рублей. Плательщики Ненецкого автономного округа, где сосредоточены основные предприятия в нефтегазовом секторе, обеспечили поступление платежей в размере 506 миллиардов рублей. На поступление налоговых платежей в условиях кризиса, безусловно, оказали ряд факторов на положительную динамику, и о них я хотел бы, наверное, коротко остановиться. Прежде всего, мы понимали, что в четвертом квартале и все мы наблюдали большую покупательную способность населения, когда население, предприятие приобретали материальные ценности. Безусловно, это раскручивало инфляционную составляющую и так или иначе влияло на налог на добавленную стоимость. Те потрясения, которые происходили на валютных рынках и на снижение нефти и роста курса, также повлияло и на финансовые результаты наших основных налогоплательщиков. Мы все с вами прекрасно помним, понимаем о том, что Архангельская область и Денинская автономная округа являются экспортно-ориентированными территориями, и реализация продукции в лесопромышленном комплексе, в нефтегазовом секторе на экспорт сопровождается поступлением значительного количества валютной выручки, соответственно, конвертации. Таким образом, мы получили большие доходы в виде поступления экспортной выручки. Расходные обязательства налогоплательщиков Архангельской области и округа сохранялись в рублевой зоне. Были накоплены определенные запасы, что позитивно повлияло на налог на прибыль. И результатом этих мероприятий стало возможным обеспечение поступления платежей в федеральный бюджет в размере где-то порядка 58 миллиардов рублей, что связано в том числе и с ситуацией, которая менялась и в части уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Средства массовой информации отмечали, что и тематика такая звучала в части налогового маневра. Что же такое налоговый маневр? Были приняты определенные решения в части увеличения налога на добычу полезных ископаемых с одновременным снижением экспортных и вывозных пошлин и снижением акцизов. И эта работа по снижению экспортных пошлин должна была быть последовательной. В результате этой работы налогоплательщики, а точнее бюджет, получил дополнительные доходы в виде уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Но с другой стороны, увеличение поступления налога на добычу полезных ископаемых влияет на поступление налога на прибыль. Налог на прибыль у нас является одним из основных источников формирования регионального бюджета, в частности, областного бюджета, либо окружного бюджета. Здесь ситуация также в 2015 году развивалась достаточно сложно. И в настоящее время исполнение бюджета шляется в размере 38 миллиардов рублей, а по концу года, по данным налоговых органов, ожидание поступления платежей в бюджетную систему, состоит порядка 42 миллиардов рублей. Как вы знаете, основные платежи, которые формируют региональную казну, это платежи по налогу на прибыль, о чем я уже сказал, и данный налог оказывает определенное влияние. Ситуация, складывающаяся на мировых рынках, это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, и тот и другой формирует более 30 процентов бюджета, прибыль и ДФЛ. Также основными источниками формирования регионального бюджета является налог на имущество и платежи за пользование природными ресурсами. Та работа, которая была проведена налогоплательщиками в секторе добычи твердых полезных ископаемых и работа, которая проведена с органами исполнительной власти, в 2015 году начала давать определенный эффект, и мы значительные платежи начали получать именно от данной категории налогоплательщиков. Я хотел бы также обратить внимание на то, что часть платежей, которые поступали в 2014 году от налогоплательщиков Ниницкого автономного округа, в результате межбюджетных отношений в 2015 году возвращены в Ниницкий автономный округ, и это связано прежде всего с тем, что возвращены ряд расходных обязательств в округ. И бюджет Ниницкого автономного округа, соответственно, в 2014 году увеличился почти в два раза и составил 8,8 миллиардов рублей. Нельзя не отметить и непростую ситуацию, которая складывалась с исполнением местных бюджетов, казны муниципалитетов. В местный бюджет поступило порядка 9,9 миллиарда рублей, и действительно основными источниками формирования местных бюджетов это прежде всего является наук на доходы физических лиц, которые выплачиваются, соответственно, работодателями с выплаченной заработной платы. Мы отмечаем, что тех темпов, которые были определены при проектировке бюджета 2015 года в целом страна, да и ее Архангельская область, мы не достигли, поэтому в настоящее время идут определенные корректировки по фонду оплаты труда, соответственно, и тех запланированных параметров в части налога на доходы физических лиц мы, к сожалению, не добились. Понятно, что в этих условиях от нас потребовалась дополнительная мобилизация, и, как вы знаете, основная функция налоговых органов прежде всего – это не только учет налоговых поступлений и анализ ситуации, складывающейся с поступлением налоговых платежей, а прежде всего организация контрольной работы, проведение выездных и камеральных налоговых проверок, а также работа в части урегулирования задолженности. Хотелось бы сказать, что в этих условиях контрольная работа, эффективность данной работы, она по отношению к 2014 году и к предыдущим годам значительно увеличилась при общем сокращении количества выездных налоговых проверок. Если будут вопросы, я мог бы потом подробнее остановиться и на этой тематике. Всегда очень сложная работа, работа, связанная с урегулированием задолженности и любые кризисные явления, они сопровождаются по отдельным налогоплательщикам в отдельных секторах экономики и ростом задолженности, с которой налоговые органы совместно с органами исполнительной власти и с другими федеральными структурами проводят постоянный мониторинг и работу в части её погашения либо урегулирования. Есть вопрос по должникам, да? Да, я хотела спросить, есть какие-то цифры вообще, статистика какая-то, сколько задолжали предприятия индивидуальные предприниматели? Да, безусловно, статистика есть. Я уже только что говорил о том, что ведётся постоянный мониторинг данной работы. И хотелось бы сказать, что удельный вес задолженности в общем объёме поступлений, именно такая оценка даётся состоянию задолженности в целом в мире, и Российская Федерация применяет такую же методику, она составляет в настоящее время порядка 11 процентов и укладывается в общие мировые тенденции. И в абсолютном выражении задолженность в настоящее время по всем налоговым платежам, по всем платежам Ярка, Английской области, Нинска, Автономного округа составляет порядка 6 миллиардов, и с этой задолженностью мы работаем. Хотелось бы сказать, что структура задолженности, она достаточно непростая, она сложная. Здесь есть категория задолженности, которая взыскивается в текущем режиме, в соответствии с теми процедурами, которые предусмотрены налоговым кодексом. И в отношении данной задолженности мы постоянно работаем, обеспечиваем её взыскание в различные уровни бюджетной системы. Есть категория задолженности, которая для нас является достаточно проблематичной, сложной, но мы руки не опускаем, мы продолжаем и здесь работать. Это задолженность, которая находится у предприятий, находящейся в стадии банкротства. В стадии банкротства там есть и регистровая задолженность, есть текущая задолженность. Здесь в чём порой бывает сложность? Необходимо организовать работу со всеми кредиторами, и мы в данной ситуации, как государство, также являемся кредиторами. Необходимо организовать работу с арбитражным управляющим. И действительно, где у полномочного органа, от лица государства, то есть у налоговой службы, есть большинство голосов, и где мы комбинируем определённую работу, то мы там достигаем, безусловно, успеха в части погашения задолженности у этих проблемных налогоплательщиков. Большая работа в 2015 году в части взыскания задолженности, именно по проблематичной задолженности. Мы нарабатываем неплохую, на наш взгляд, практику взыскания задолженности через привлечение к субсидиарной ответственности должников. Потому что вы сами знаете, и часто с этим сталкивались, наверное, когда недобросовестные налогоплательщики доводят ряд предприятий до процедуры банкротства, потом списывается задолженность, никто за это задолженность не отвечает. Нет, мы эту ситуацию меняем, получаем неплохую практику, и на территории Архангельской области есть ряд решений о привлечении к субсидиарной ответственности должников в части погашения задолженности уже непосредственно собственники, физическими лицами, либо лицами, которые влияли на деятельность данных предприятий. Что касается контрольных мероприятий, потому что любое контрольное мероприятие, ну, чаще всего сопровождается безусловно доначислением определенных платежей в бюджетную систему, вот, и дальше проводятся определенные мероприятия в части урегулирования данных вопросов, досудебного урегулирования, это тоже большой серьезный институт, который развился в системе налоговых органов за последние годы, то есть урегулировать споры до суда, таким образом снизить нагрузку на суд и, соответственно, получить определенный результат с точки зрения поступления платежей в бюджетную систему, ну, и для бизнеса это тоже удобная форма, так как они несут меньше расходов на отстаивание своих интересов. Это тоже работа приносит определенный результат, и мы за последние годы, и в частности уже в 2015 году, мы можем тоже об определенной уже статистике говорить, количество споров, которые остались после рассмотрения материалов в рамках досудебного урегулирования, то есть внутри системы, которые вышли в суд, и после рассмотрения где-то порядка 80% споров по сумме, они находятся в пользу налогового органа. Буквально несколько лет назад, года четыре назад, мы такими цифрами похвастаться не могли, но они не просто тоже так появились, это системная постоянная работа на протяжении последних лет, которая, по сути дела, полностью поменяла концептуальные подходы к организации контрольной работы, то есть к проверочным мероприятиям. И хотелось бы здесь тоже сказать ряд моментов, и, может быть, это будет новостью, но мы за последние годы сократили значительное количество выездных налоговых проверок, соответственно, понятно, что и нагрузку на бизнес с точки зрения такого рода мероприятий. Если несколько лет назад мы проводили более тысячи проверок, в целом выездных налоговых проверок, я подчеркиваю, это с выходом непосредственно к налогоплательщику, с требованием документов и проведением всего комплекса работ, то в этом году налоговые органы будут заканчивать работу, и количество выездных налоговых проверок составило всего порядка 100 выездных налоговых проверок, год не закончено, где-то в районе 100 выездных налоговых проверок. Это говорит о том, что резонно, наверное, здесь вопрос, мы стали работать меньше, менее эффективно, абсолютно не так. В результате сокращения количества выездных налоговых проверок и переориентировавшись в организации работы, мы сосредоточились именно в зонах риска. Мы начали работать в рамках риск-анализа, мы получили новые дополнительные информационные ресурсы, мы начали применять эффективно данный инструментарий, и нам позволило это, еще раз повторюсь, сосредоточить в зонах риска и выйти как раз по самым болезненным точкам у наших налогоплательщиков. В результате по году, я так немножко опережаю, конечно, события, еще год все-таки не закончен, но планируется, что объем налоговых правонарушений, который начислен в рамках мероприятия налогового контроля, составит где-то порядка 2,5 миллиардов рублей. И бюджетную систему, понятно, что этот процесс, он такой инертный, взыскание есть процедура, но уже мы полагаем, что по концу года мы получим бюджетную систему дополнительно от результатов мероприятий налогового контроля порядка 1,2 миллиарда рублей. Дальше эта работа, соответственно, будет продолжаться с точки зрения процедуры взыскания, но вот этот момент мы уже фиксируем для себя. Более того, мы начали наблюдать тенденцию, так называемый волновой эффект, когда мы выходим в зоны риска, определяем определенную проблематику в той или иной отрасли или по определенной категории налогоплательщика, и бизнес оценивает и наблюдает за нашей работой в том числе, оценивает свои риски, и риски порой эти публичны, и принимает решения об уточнении налоговых обязательств, как по основным налогам, так и с точки зрения возмещения налога на добавленную стоимость, который, допустим, был ранее возмещен. Налогоплательщики уменьшают убытки, которые были заявлены, порой необоснованные. Они, наблюдая за этой ситуацией, оценивают свои обязательства, проводят, возможно, дополнительные аудиты, принимают решения об уточнении обязательств. Это тоже та дополнительная работа, которая, на первый взгляд, может быть, и не видна, но с точки зрения формирования бюджета и дополнительных доходов, она в настоящий момент весьма-весьма очевидна. Если говорить о цифре задолженности, в данный момент 6 миллиардов, она в 2015 году выросла или уменьшилась? Да. На самом деле любые кризисные явления сопровождаются проблемами налогоплательщиков. И если мы на протяжении последних, если возьмём динамику пяти лет, наблюдали последовательное снижение задолженности, последовательное снижение задолженности, это были административные формы, когда списывала задолженность, невозможная к взысканию, и убиралась эта нагрузка, это проводились дополнительные мероприятия, как я уже говорил, процедуры банкротства, то в 2015 году мы наблюдаем некоторое увеличение задолженности бюджетной системы. В целом, значительный рост мы видели первый квартал, второй квартал 2015 года. В третьем квартале мы начали наблюдать некоторую тенденцию переломную тенденцию и отметили в целом по нашим налогоплательщикам снижение задолженности. Возможно, уже бизнес адаптируется к тем новым ситуациям и принимает определённые решения, и не доводит ситуацию до критичной. И в четвёртом квартале по основной категории налогоплательщиков также тенденция идёт уже на спад к снижению. Мы будем, конечно, наблюдать ситуацию по 2016 году, потому что мы пока на самом деле не уверены, положительная либо тенденция, либо это определённые корректировки. Но на рост задолженности в четвёртом квартале повлияло, так можно назвать, если это правильно, сезонная задолженность, это связанная задолженность, которая появилась у нас у налогоплательщиков, физических лиц. Вы все знаете, что 1 октября наступили сроки уплаты, сроки уплаты платежей по транспортному налогу, имущество физических лиц, по земельному налогу. И в основном категория налогоплательщиков, получив налоговое уведомление о работе в личном кабинете и благодаря, в том числе, и активной работе, которую проводили средства массовой информации, знали о том, что срок уплат 1 октября и выполнили данное обязательство. Но часть налогоплательщиков, к сожалению, её не выполнили, и сформировалась определённая задолженность, с которой мы в настоящее время работаем. Понимая, что к концу года вся эта задолженность не будет погашена, и этот процесс уже дальше будет осуществляться в рамках этих процедур, которые существуют в налоговом кодексе, которые отрабатываются, в принципе, каждый год. И вот эта сезонная задолженность, она, по всей видимости, отдаст некоторый рост по 2015 году. Но мы полагаем, что в любом случае в настоящее время работа задолженностью и тот размер задолженности, который прирастает, не является критичным, и, на наш взгляд, мы чувствуем и контролируем пока в данной ситуации по задолженности. Да, я хотел бы сказать здесь, вот мы в начале нашей беседы сегодня говорили о том, что доходы бюджета формируются не только за счет самостоятельной уплаты платильщиками, и не за счет, в том числе, и не только за счет экономики, да, как я уже сказал, за счет контрольной работы, дополнительных платежей, в том числе и в части урегулирования задолженности. Так вот, от урегулирования задолженности, от этих процедур, которые мы проводим, также поступили дополнительно во все уровни бюджета значительные суммы, и они составляют порядка более трех миллиардов рублей. Если говорить о 2016 году, какие сейчас у вас ожидания, может быть, какие-то уже планы строятся по собираемости налогов в Архангельской области? Да, 2016 год, и уже очевидно, что он будет непростой, так же, как и 2015 год. И та ситуация, которая складывается в экономике с точки зрения постоянной фруктуации, цена на нефть, изменение курса долларов, рост снижения, в любом случае данные факторы будут влиять. При прогнозе бюджета, как и федерального, так и региональных бюджетов, мы, как налоговая служба, являемся непосредственно участниками этих процессов, в части согласования, оценки, дачи прогнозных каких-то показателей, мы, конечно же, эти вещи закладывали. Понятно, что в 2016 году будут влиять различные факторы и на задолженность и так далее. Но бюджет принят в части доходов, и мы его будем выполнять в части федерального бюджета. Я полагаю, что по-прежнему будут все-таки сказываться на исполнении, как и по налогоплательщикам Архангельской области, так и по налогоплательщикам Нинецкого автономного округа, будут сказываться все-таки те инвестиционные проекты, которые осуществляются на территории Нинецкого округа, Архангельской области. И мы с вами прекрасно понимаем о том, что любой инвестиционный проект на начальном этапе, на этапе исполнения сопровождается значительными суммами возмещения налогово на добавленную стоимость из бюджета, потому что те затраты, которые нанесут налогоплательщики, на начальном этапе еще нет производства, еще нет продукции, а затраты уже понесены, поэтому возмещается налог на добавленную стоимость. Понимаем того, что в будущем это будет либо реализация на внутренний рынок и поступление налога на добавленную стоимость, либо это будет, соответственно, как я уже говорил, экспортно-ориентированные виды продукции, которые которые дадут валютную выручку, соответственно, в части налога на прибыль. Поэтому, понимая, что эти проекты будут, и они находятся в стадии реализации, некоторые в стадии завершения, безусловно, на поступление в части федерального бюджета будут оказывать определенное влияние. В части регионального бюджета, да, мы уже говорили сегодня о том, что является основным источником, в том числе является основным источником налог на прибыль, и, безусловно, здесь будет зависеть от финансовых результатов наших налогоплательщиков от доходных, расходных источников. Мы полагаем, что здесь несколько ситуаций будет сложнее всё-таки по налогу на прибыль, чем в 2015 году, потому что расходные обязательства в рублевой зоне, они в любом случае возрастают. Те изменения, которые происходят в части нефтегазовых доходов, в части доходных составляющих, также будут несколько, я не скажу, что снижаться, но каким-то образом будут стабилизироваться, потому что в целом экономика, бизнес уже начинает адаптироваться к новым условиям. И, условно, мы, наверное, уже не сможем сравнивать текущее состояние, допустим, 2016 года с состоянием 2012-2013 года. Надо просто перенастроиться и давать оценку уже в новых условиях, в новых условиях ведения бизнеса, в условиях новой организации, в том числе и с точки зрения нас, как администратора налоговых платежей. И мы также, я уже сегодня говорил, меняем определенные подходы к организации работы, мы анализируем ее в целом, налогоплательщиков, анализируем различные отрасли, потому что любое кризисное время по-разному влияет на ту или иную отрасль. И основной для нас, наверное, индикатор оценки деятельности 2016 года, по отношению, может, даже к 2015 году, будет являться величина налоговой нагрузки на бизнес в среднем по Российской Федерации, но и в разрезе отраслей. Вот это, наверное, будет важным индикатором. Если налоговая нагрузка в среднем по нашим налогоплательщикам будет соответствовать среднеотраслевой и среднероссийской, то мы будем говорить о том, что мы развиваемся и понимаем, как складывается ситуация у наших налогоплательщиков, и наши налогоплательщики адекватно формируют бюджет, допустим, 2016 года. Еще раз возвращаемся к 2016 году. С 1 января вступает ряд нововведений в плане налогов. Какие вот эти новшества в законодательстве сейчас, что касается налоговой службы? Да. В 2016 году, так как и в любом году, в 2015-2014, вносятся определенные изменения в налоговое законодательство, и, как было в свое время заявлено, серьезных масштабных изменений не планировалось. Не планировалось, и мы видим, что их на самом деле нет. Те решения, которые были приняты, допустим, в 2014 году, в части изменений отдельных моментов в налоговом законодательстве, они осуществляются в рамках принятых ранее решений, в рамках дорожных карт. 2015 год, если мы говорим о тех изменениях, которые будут в 2016 году, были даны на корректировку и настройку налогоплательщика, привыканию к новым условиям. И, наверное, одним из таких, на наш взгляд, важных моментов, о котором мы уже тоже не раз говорили, еще раз заостряем внимание, он будет касаться, прежде всего, налогоплательщиков физических лиц, непосредственно нас с вами. Были внесены соответствующие изменения в 32-ю статью Налогового кодекса, и был принят закон Архангельской области о том, что исчисление налога на имущество физических лиц с 1 января 2015 года будет исходить, исходя из кадастровой стоимости объекта. Мы уже в этих условиях работаем, и, соответственно, первые налоговые платежи мы будем платить, как физические лица, уже в 2016 году. Хочу здесь отметить, что в Архангельской области такое решение принято, а в Нинецком автономном округе такого решения нет. Там будет продолжаться старая процедура, исходя из нейтрализационной стоимости. И здесь и есть ряд изменений, о чем я уже сказал, то есть объект налогоплательщика будет, есть объект налогоплажения имущества, стоимость объекта кадастровая стоимость, а не нейтрализационная стоимость. Будет предусмотрено, предусмотрено, не будет, а уже предусмотрено ряд моментов о том, что получается определенный вычет в отношении объекта, например, комнаты, квартиры, там 20 квадратных метров, там в отношении жилого дома, там 50 квадратных метров. Сохраняются, кстати, льготы все, но и здесь меняются определенные подходы. Если раньше льготы пенсионеров, допустим, были на все объекты недвижимости, то теперь в отношении каждого вида объекта, то есть в отношении одной квартиры, в отношении одного дома, в отношении одного гаража и так далее. Вот есть вопрос. Спасибо, что касательно этих изменений, как-то оно скажется на объеме налоговых поступлений, может быть, они не увеличатся, но хотя бы с другой стороны, вот уже опережая Ваш ответ, и там ведь будут действовать некие понижающие коэффициенты в течение четырех лет, да? Как вообще измените, как-то? Ну, третье, очень замечательно то, что, в принципе, эта история интересует, ну, я уже сказал о том, что это в отношении практически всех физических лиц, и оно интересует наших граждан. Да, действительно, резкого роста налоговых поступлений по данному виду платежей не планируется, и об этом не раз говорилось и заострялось внимание. Выводятся определенные коэффициенты, которые, понижающие коэффициенты, и они будут последовательно, да, действительно, в течение четырех лет увеличиваться, чтобы адаптировать новую форму администрирования части налога на имущество к текущей ситуации. И мы, если никаких изменений не будет, то планируется уже по 2020 году уже выйти в уплату налогоплатежа в полном объеме, то есть это будет последовательно проходить ситуация через корректирующий коэффициент в 2016, 2017, 2018, 2019 году, и уже по результату 2019 года мы увидим в 2020 год уже с полной суммой уплаты налога. Но ситуация меняется, поэтому давайте мы будем действовать последовательно и наблюдать за данным источником, с точки зрения тех или иных изменений, которые могут, в принципе, в данной ситуации быть. Но пока именно таким образом, и это новая форма работы управления по данному налоговому обязательству. Хотелось бы сказать, что и в этой части у нас тоже еще дополнительно есть изменения. В 2016 году, если мы сейчас, срок уплаты у нас был 1 октября по всем видам налоговых платежей, и мы последовательно шли за эти годы к этой дате, да, когда, раньше, если помните, у нас платежи были, и физические лица платили авансовые платежи в разные сроки, в разные даты, мы пришли к определенной дате, к 1 октября, и в цель для того, чтобы обеспечить определенное удобство, в 2016 году для всех налогоплательщиков будет единая дата, и эта дата будет 1 декабря. То есть, 1 декабря мы будем платить налоговые платежи, 1 декабря 2016 года будем платить платежи за 2015 год. За 2015 год будем платить 1 декабря 2016 года. Также есть, да, еще ряд изменений, которые коснулись и вычетов в части увеличения суммы. А если мы помним, у нас вычеты на ребенка осуществлялись до достижения уровня заработной платы в размере, там, доходов, точнее, в размере 280 тысяч рублей, то планка изменилась. В 2016 году она будет в размере 350 тысяч рублей, то есть до достижения 350 тысяч рублей вычет будет, соответственно, одного ребенка иметь место. Также в отношении инвалидов также увеличивается размер отчета до 12 тысяч рублей, по отдельным позициям до 6 тысяч рублей. Продолжается, кстати, работа и в части специальных налоговых режимов, которые касаются непосредственно уже территорий, в частности, и местных бюджетов. Работа ведется по патенту. Постоянно мы видим и наблюдаем, как работает депутатский корпус, органы исполнительной власти на местах, региональной власти в части данной категории, данного источника налоговых платежей, как патентная система. Здесь определенные изменения пройдут с точки зрения уменьшения платности в таком сегменте, как сельхозпроизводство и в социальной сфере. Там есть ряд видов деятельности, которые дополнительно добавляются в патентную систему, и по ряду видов уменьшается стоимость. Что касается облагаемых и необлагаемых доходов, тоже здесь есть определенные изменения или дополнения. У нас теперь с 2016 года доходы от продажи недвижимого имущества, если это имущество находилось в использовании свыше 5 лет, не будут облагаться налогом. И данная ситуация будет касаться как раз операций, которая осуществляется с 1 января 2016 года. Ну, наверное, вот из таких базовых, их, конечно, много изменений. Мы их называем изменениями, называем корректировки налогового законодательства. Это такие элементы, как настройка на целом налоговой системы и адаптации к различной роде ситуациям. Раз уж разговаривали про налоговые вычеты, а насколько вот эта популярная возможность у налогоплательщиков, как её активно пользуются? Да, ну, на самом деле, имущественные вычеты, социальные вычеты лечения, обучения, имущественные вычеты – это достаточно удобная форма. Да, и мы данными вычетами наши налогоплательщики пользуются с момента принятия налогового кодекса. Ну, а до этого у нас существовал там налог тоже на доходы физических лиц, регулировался он законом. Но тоже предоставлялось право имущественного вычета, наши налогоплательщики активно пользуются. И при приобретении недвижимого имущества заявляют социальные вычеты и так далее. Декларацию можно подать в налоговый орган, можно данные вычеты получить у работодателя. И 2016 год наступает, сейчас принимается новая форма соответствующей декларации трендов. Я думаю, что никаких проблем с точки зрения подачи декларации и получения соответствующего вычета у нас не будет. Мы также будем проводить на протяжении всего периода времени в рамках декларационной кампании «Дни открытых дверей», работать с бизнес-сообществом, разъяснить порядок заполнения, ну и создавать удобные формы взаимоотношения, соответственно, с налогоплательщиком в части, в том числе и уплаты налогов, и получения имущественных вычетов. Ну, еще одна тема, о которой у нашей пресс-конференции – это налоговая амнистия. Что это, в чем она заключается и вот по срокам поведения? Да, на самом деле данная позиция, на наш взгляд, серьезно звучит в средствах массовой информации, и налоговая амнистия – это достаточно, на наш взгляд, серьезный момент, который был обозначен и в настоящее время реализуется. Были приняты соответствующие решения и дано право налогоплательщикам задекларировать свои активы и счета в банках, которые не были раньше определены, задекларированы, добровольно. Причем в случае декларации в добровольном порядке никакой уголовной ответственности, административной ответственности, иной ответственности за то, что ранее не было, где данные доходы задекларированы, нестись не будет. Плюс ко всему, подать соответствующую специальную декларацию можно либо самостоятельно, либо через законного представителя как непосредственно на федеральную налоговую службу, так и по месту жительства соответствующего налогоплательщика. Что здесь можно еще сказать? Здесь очень важным моментом является то, что в отношении данной декларации применяются все термины и институты в части соблюдения налоговой тайны. То есть данная информация охраняется, и она транзитно поступает в федеральную налоговую службу и хранится там соответствующим уровнем информационной безопасности и соблюдением требований к налоговой тайне. К сожалению, данная работа в силу, может быть, нашей ментальности, нашей определенной категории налогоплательщиков идет не так эффективно, как хотелось бы на самом деле. И слушая послание президента и принимая эту информацию вниманием, мы полагаем, что сроки так называемой амнистии капиталов будет продлен. Если сейчас срок определен до 31 декабря 2015 года, то полагаем, что данный срок будет продлен на определенный период 2016 года. И такое право еще дается, и оно останется. – А по цифрам есть понимание, сколько миллионов задекларировали таким образом? – В настоящее время такой информации нет, и не исключаю, что это как раз именно те требования, которые предъявляются как раз к той работе, которая проводится в целом. Она очень такая аккуратная, взвешенная, и пока мы такой информации не располагаем, потому что, как мы говорим, вся информация поступает непосредственно транзитом Федеральной налоговой службы. – Ну и что касается развития интернет-технологий, воздействует личный кабинет налогоплательщика, какие-то изменения новшества появились в этом году? – Да, безусловно. Мы говорим о том, что налоговая служба – это разноплавная структура, разноплавная организация. Мы занимаемся большой аналитической работой, о чем мы уже сегодня говорили с точки зрения выплат налоговых платежей. Мы занимаемся основной важной функцией – это контрольные функции, в части работы в сфере налогового контроля. Ну и налоговая служба является, помимо всего прочего, еще и сервисной службой. Мы создаем условия для того, чтобы налогоплательщики в удобной форме осуществляли уплату налоговых платежей, чтобы это было комфортно, удобно, понятно. И я думаю, что за последнее время все отмечают о том, что налоговая служба приобрела свой узнаваемый фирменный стиль. Мы завершаем работу в части операционных залов, которые организуются в едином фирменном стандарте, где можно получить любую услугу, где с вами работают непосредственно, если мы не знаем, как двигаться по навигации, работают представители в операционных залах, представители налоговых подразделений, территориальных налоговых органов. Ну и важная составляющая, чтобы уйти от очередей, и сейчас развивается достаточно серьезная интернет-технология, это, конечно, развитие личных кабинетов. За последние годы налогоплательщикам, как юридическим, физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям было предоставлено различное количество различных сервисов. В настоящее время данные сервисы и возможности объединены в личные кабинеты, и мы получили и сейчас эффективно пользуемся как граждане физические лица налогоплательщика, так и юридические лица индивидуальные предприниматели своими личными кабинетами и соответствующими личными кабинетами. Более того, в налоговый кодекс в 2015 году внесены изменения. Это очень важный момент. На наш взгляд, личный кабинет получил статус официального, скажем так, документа. Через личный кабинет можно обмениваться с налоговыми органами, подписывая документы соответствующими электронными подписями, и поступление документов через личный кабинет, аналогичное поступлению документов на бумаге. То есть сейчас можно, в принципе, выполнять все операции, не приходя в налоговый орган, получить свою информацию о своих налоговых обязательствах, получить информацию о тех объектах, которые зарегистрированы в налоговых органах в отношении непосредственно себя. Если у вас есть объекты, и они зарегистрированы, уточнить соответствующую информацию, произвести уплату, по сути дела, управлять своими обязательствами через личный кабинет. Также можно записаться на прием в налоговый орган, отказаться от приема, то есть провести абсолютно весь функционал через личный кабинет, не приходя в налоговые органы. Это тоже достаточно удобно. И мы отмечаем, что наше общество активно пользуется данной возможностью, и значительное количество уже налогоплательщиков, как юридических, физических лиц, юридических лиц индивидуальных предпринимателей, там порядка тысячи уже подходим, которые активно пользуются личными кабинетами, а в отношении физических лиц, если мы правильно фиксируем информацию, то уже где-то порядка 130 тысяч граждан эффективно пользуются данными своих личных кабинетов с точки зрения исполнения налоговых обязательств. Это особенно ярко, явно мы наблюдали уже как раз в эти сроки уплаты платежей физическими лицами. И думаю, что как раз тот вопрос, который звучал в части декларирования и получения имущественных вычетов, мы, наверное, и социальных, мы, наверное, такую же ситуацию будем наблюдать уже и в 2016 году, потому что все это уже является официальным документом, и мы видим, что им активно пользуются личными кабинетами. Коллеги, вопросы? Вопросов больше нет. Сергей Викторович, большое спасибо за очень интересную информацию, которую вы сегодня рассказали. Спасибо. Подождите. Напомним, это была прямая трансляция пресс-конференции руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ниньского автономного округа Сергея Викторовича Родионова в информационном агентстве «Длина информ». Сегодня трансляцию существовал телеканал «ПС» при технической поддержке компании АТК. Саму трансляцию и его повторы вы можете увидеть в кабельной сети АТК, а также на сетевизоре портала правдосевера.ру. Спасибо большое.